Межкороле подвели итоги рейтингового голосования по программе формирования комфортной городской среды. Межкоролинцы выбирали общественные пространства, которые будут благоустроены в 2023 году. Свои голоса за различные варианты отдали около 40 тысяч жителей столицы, что говорит о высоком интересе к проекту и неравнодушии к будущему Красного города. Мои коллеги встретились с кураторами победивших проектов и оценили степень готовности к дальнейшей работе. Любой конкурс, как и любое голосование, подразумевают победителей. Конкуренция среди общественных пространств, которые будут подлежать благоустройству в 2023 году, была очень серьезной. Жители столицы проявили большую активность и лидеры по числу отданных голосов определились практически сразу. Самый явный – новый морепарк. За него проголосовало более 4 тысяч человек. Новое место в микрорайоне Самбадхей, рядом удобная парковка, местность располагает к отдыху, уже даже продумана современная входная группа, которая будет видна издалека. Поэтому победа по общему числу голосов стала, в общем-то, закономерным итогом. У нас работала большая команда по вовлечению голосов за этот проект. И мы набрали, конечно, очков, я считаю, могли больше еще набрать. Если бы мы стартовали так же весело, как финишировали, можно было бы больше набрать. Но пока первое место говорит о том, что действительно проект, мне кажется, попадает в точку по своей идее, что в морейской столице должен быть морепарк. Теперь задача его наполнить. Теперь задача у нас насытить этот парк очень вкусными такими строениями, домиками, деревьями. Вот про деревья хочу сказать. У каждого народа свои предпочтения в природе. У морейцев предпочтение деревьев мы отдаем рябине. Это дерево оберег. Ломба-то. Черемуха. Черемуха. Потом береза. Очень почитаем у нас у морейцев можжевельник. Такой очень сильный, мощный кустарник. Ну и так далее. Так вот мы хотели бы, чтобы здесь много было такого, именно присущего морейскому народу. Добавим, что первый набросок будущего парка творческая группа уже успела создать. При его разработке учитываются самые разные мнения и предпочтения. Так что новый морепарк придется по вкусу абсолютно всем. Что же до второго места, то на нем расположилась территория по нечетной стороне улицы Кирова, вплоть до бульвара Ураева. Эта часть столицы очень востребована пешеходами. В проекте значится и велосипедная дорожка, а также малые архитектурные формы. Данная территория вдоль улицы Кирова заняла второе место в голосовании. Комфортная городская среда. В следующем году эта территория будет благоустроена. Здесь появятся и пешеходные зоны, и велодорожки. Она соединится с улицей, с Ленинским проспектом, велодорожка. Я думаю, что эта зона будет довольно-таки популярной и для жителей Самбатхеи, и для всего города. Третье место заняла территория, которая расположена около Дома культуры российской армии. Для жителей Дубковского микрорайона столицы это место востребовано практически круглый год. Как куратор проекта хочу выразить благодарность жителям города, республики за активность, за неравнодушие, благодаря которым наши проекты воплощаются в жизнь. Вот мы уже становимся свидетелями того, как преображается стадион рядом со средней школой номер 6. Впереди преображение и сквера перед Дворцом культуры российской армии. Здорово, что микрорайон, которому в прошлом году исполнилось 60 лет, который считается по традиции спальным, преображается на наших глазах. Согласно дизайн проекта, здесь подразумевается замена покрытия тротуаров и установка поребриков и малых архитектурных форм. Освещение будет модернизировано, зеленые насаждения благоустроены. Появится и место для велопарковки. Также в планах сооружение монумента российским воинам. Так что прийти сюда будет одно удовольствие. А еще приятнее здесь выступать нашим артистам, потому что эта площадка всегда задействована. Дети прямо здесь танцуют, прямо напротив крылечка. Поэтому мы очень рады, что мы вот сейчас заняли третье место по нашей комфортной среде. Думаем, что она будет улучшаться с каждым годом. Спасибо всем тем, кто отдал свои сердца, свои голоса, потому что мы действительно очень счастливы. Проект по формированию комфортной городской среды в Марийской столице показал себя с самой лучшей стороны. Его реализация реально украшает места повседневного отдыха, прогулок и пути на работу множества жителей Ишкаралы. Благодаря этому наш город действительно становится более современным, удобным и по-настоящему комфортным для проживания. Редактор субтитров А.Семкин